Народ, пока, как обычно, никто не уснул, в описании ссылочка на канал, на котором нормальный мужик рассказывает как он делает деньги продавая и заготавливая дрова. Он уверенно идет к успеху, спилил уже половину тайги и знает о чем говорит. Уделите немножечко внимания, будет полезно. Уважаемые друзья, перед вами самая мощная заводская китайская бензопила чемпион 362. Раньше у чемпиона была модель 265, но ее выпускали всего один год, после чего сняли с производства, из-за того что она разваливалась в руках, в частности цилиндропоршневая группа. Теперь самой мощной пилой является чемпион 362, с объемом 61,5 кубический сантиметр и мощностью 3,5 лошади. Вот за что я люблю чемпион, так за то что они честно пишут объем и мощность. А то уже дошло, что на китайских пилах Урал указывает мощность 8 лошадиных сил при объеме в 52 кубика. Совсем кукуха поехала. Вернемся к нашему желтому зверю. Кроме всего прочего двигатель бензопила развивает 13500 оборотов в минуту, что является рекордом среди китайцев. Такие показатели находятся на уровне Хускварны. Скажу сразу, я поставил 13000 оборотов, потому что пила визжала как сумасшедшая и мне стало страшно, что Поршневая уедет в Турцию и превратится в новый двигатель на очередную кредито-повозку. По своим ощущениям могу сказать, что это самая быстрая китайская пила, которая заткнет за пояс Штиль 260. Я знаю о чем говорю. До 361 Штиля она не дотягивает, да и у 361 Штиля мощность выше на одну лошадку, хотя Штиль тяжелее. Чемпион по ощущениям весит как 260 Штиль. Пройдемся немного по конструкции бензопилы. Чемпион увеличил надежность выкинув из конструкции праймер подкачки и две топливные трубки, которые шли от него. Это правильно, они там были лишние, и без них она отлично заводится. На пиле стоит большой воздушный фильтр, который не дает бревна попасть в двигатель. Стоит ущербная резиновая прокладка под фильтром. Видимо в Китае закончились резиновые кольца, возможно все скупил калибр, но это не точно. Карбюратор весь в мелкой пыли, при том что цепь всегда была острая, значит нет фильтрующего элемента на выходе воздуха из крыльчатки. А воздушный фильтр не удерживает пыль. Примерно столько же пыли летит, как и на 180-ке. К концу дня и там и там было примерно одинаковое количество мусора на впускном канале. Естественно эту проблему мы будем решать. Рядом с воздушным фильтром есть переключатель зимолета. Сибиряки, записывайте. Ведь эта функция на других китайских пилах представлена просто отверстием, возможно ее нужно было заклеивать на летний период времени скотчем. Но я не встречал в комплекте к китайским пилам скотча. Хотя он должен быть в арсенале у каждого любителя китайского инструмента. Старте у пилы с функцией легкого запуска. Но даже с ним он нелегкий. На бензопиле нет декомпрессора, а объем движка весьма внушительный. Мне хватает сил запустить мотор, но вот слабым людям, детям школьного возраста и женщинам сил может не хватить. Крышка тормоза сделана из металла, но у меня она вышла из строя первой. Кстати, тут стоит боковой натяжитель цепи, очень удобная штука. На случай выхода из строя данного элемента есть проточка под обычный натяжитель цепи. Звездочка ведущая сразу идет отдельно от корзины сцепления. Тут стоит венец. Это хорошо. Можно будет сэкономить на нескольких заменах звездочки, ведь венец стоит в 4 раза дешевле цельной звездочки с барабаном. В комплекте стоит отличная шина и цепь. Достал из коробки и сразу в бой. Единственное что нужно будет, так это регулировать обороты после обкатки. С завода там стоит 11,5 тысяч. Тут возникает резонный вопрос может ей положено работать на таких оборотах. И она сдохнет если ей поставить 13,5 тысяч. Если и ставить, то на свой страх и риск. Думаю, если поставить 12,5 тысяч то ничего страшного не случится. У меня вовсе сейчас 13 тысяч. Кстати, важная деталь. На данной бензопиле стоит цилиндр большего диаметра по посадке чем на обычных пилах. Воткнуть сюда цилиндр от чемпиона 254 не получится. Тут отверстие в картере под цилиндр больше чем у обычной пилы, и цилиндр больше и поршень больше. Запчасти могут подходить от Carver 62. По впечатлениям. Она крайне положительная. Прет она как танк. Тяга шикарная. Родную шину тянет во всю длину без запинок. Вешал шину на 60 сантиметров. Тоже потянуло. Самое страшное при работе в поймать обратный удар. Вылетает она в хлебоприемник со скоростью пули. Для заготовки дров это самая производительная пила среди остального Китая. Вот сколько она проживет время покажет. Хотя это чемпион, есть большие надежды. И не надо тут писать в комментариях что на штиле стоит тупая цепь. Просто это акация, почти во всю шину штиля. Да, 180 с двигателем объемом в два раза меньшим, но стоит он в полтора раза больше, так почему бы не сравнить конкурентов в одном ценовом диапазоне моего нищебродства. Для себя я решил, что теперь буду переходить на пилы с объемом в 62 кубика, чемпион или карвер. Не знаю как себя покажет карвер, слишком много они делают бензопил, которые разваливаются, или же у меня еще не было дорогой бензопилы карвер, есть же у них в линейке премиум бензопилы. Если кто использовал карвер 62 поделитесь мнением, чтобы я не потратил последние деньги на очередной силу мин. Больше всего в этих пилах я переживаю за сцепление. Еще на бензопилах с объемом 52 кубика сцепление буксовало. На 62 кубиках его будет крайне не хватать. Увеличить бы сцеплению площадь контакта с барабаном путем увеличения ширины, но это уже совсем другая история. Для тех кто спрашивал как узнать, выдает ли китайская бензопила полную мощность. Если надавить в процессе работы на пилу, то она не будет глохнуть, просто будет буксовать сцепление. На дохлой пиле будет тухнуть двигатель, на хорошо настроенной пиле расплавится крышка тормоза. Еще интересующий меня вопрос охлаждения осталось прежним. От бензопилы которая была изначально 45 кубиков, а теперь их 62, практически на треть увеличилась мощность. Хватит ли летом охлаждения, которое происходит посредством обдува от маховика, лопасти которого такие же как и на 45 кубовых версиях пил. Не хотелось бы получить задирно-поршневой или тепловой прихват, ведь поршневая стоит в несколько раз дороже, чем на обычную 54 кубовую пилу.